Субтитры создавал DimaTorzok Гегеля, что известное еще не есть оттого позднанное. Потому что всем известно, что такое государство. Государство для всех известно. Это известная категория. И Гегель, наверное, там останавливается на том, что известные категории, они чаще всего не обдуманы. Кто же будет обдумывать то, что и так уже известны? И известны это причем с детских времен, с детского возраста. Ну и поскольку они не обдуманы, то так вот с такими детскими представлениями многие и остаются до глубоких седин. Более того, говорит Гегель, что требование заниматься тем, что известно, может вызвать недовольство и скуку. Как это можно заниматься тем, что известно? Хотя, вот, мое знакомство с разными уже группами факультета, которые считаются политологами, показывает, что как раз в этом вопросе глубины и ясности большинства нет. То есть это, на самом деле, один из самых сложных вопросов социальной философии, и мы не должны путать такие понятия, как государство, страна, родина, держава и так далее. То есть нужно сейчас нам разобрать именно понятие государство. Ну, поскольку это понятие сложное, то сложное – это сложная вещь простых. Поэтому так просто сказать, что такое государство нельзя. Нужно начать с чего-то более простого, с того, что мы изучили, с того, что мы знаем, и только тогда, двигаясь вперед, от того, что уже поздно, от того, что мы еще не познали или не разобрали, мы можем дать истинное понятие государства. Ну, вот мы с вами рассматривали вопрос о классах, об общественно-экономической формации. Это рассмотрение у нас было достаточно подробным. В итоге картина такая, у нас сложилось, что формаций не так много, чтобы их не запомнить. Есть всего, можно сказать, две группы формаций. Есть формации, в которых нет деления на классы, и есть формации, в которых нет деления на классы. Формации, в которых нет деления на классы, это самая первая формация – первобытная община и коммунизм. и тот коммунизм, который выходит из капитализма. А вот три промежуточные формации, которые основаны на частной собственности, это формации, которые расколотлены на противоположные классы, на классы, которые имеют коренные интересы. Антагонистичные друг другу. Это что значит? Это значит, что осуществление одних интересов означает ущемление других интересов и наоборот. При этом было бы неправильно, если бы мы понимали противоречие интересов только как и противоположности. Это противоречие интересов, а противоречие это что? Это единство и борьба противоположностей. То есть не только противоположность интересов, но и единство. Скажем, вот развитие той или иной компании позволяет не только повысить прибыль владельцам этой компании, но и повысить заработную плату. Другое дело, что за то, чтобы повысили зарплату, работникам придется еще побороться. Как известно, вот так вот, независимо от действий работников, зарплата сама по себе не повышается, поскольку это цена рабочей силы. И о цене рабочей силы должны позаботиться прежде всего ее продавцы в товарном хозяйстве. Нам проще будет понять, что такое государство, если начнем с самой первой из формаций, которые основаны на частной собственности и на противоположности классов. Самая первая формация, это рабовладельческая формация, и вроде бы как мы все про нее с вами знаем. Здесь все очень просто, есть рабовладельцы, которые владеют всем, и есть рабы, которые ничем не владеют. Более того, они не рассматриваются как граждане, они рассматриваются как говорящие орудия. Рабам можно заставить делать все, что угодно, а если он не будет это делать, его можно убить. И это законы данного общества, и писанные, и не писанные, позволяют. Более того, раб должен быть доволен таким существованием, потому что до этого периода дорого владения существовало такое общество, при котором в случае войны племен всех пленных убивали. Убивали, потому что уровень развития производительной силы был таков, что прибавочный продукт не позволял содержать второго человека. Поэтому рабство не могло существовать экономически. Не потому что его нравилось кому-то, не нравилось экономически, оно исключалось. А теперь экономически рабство возможно, теперь раб может содержать себя и своего хозяина, а потом уже и большее количество людей, а потом с развитием производительных сил его искусства и средства производства улучшается и все большее количество людей. И поэтому никакого, так сказать, смысла в том, чтобы убивать захваченных в плен врагов нет, и их обращают в рабов. Но обратив его в раба, с ним обращаются, как я уже говорил, к разговарящим орудиям. Чем богаче рабовладельческое общество, тем больше у него рабов. Богатство вообще рабовладельческого общества, это прежде всего богатство его производительных сил. А что является главной производительной силой рабовладельческого общества? Рабы. Поэтому очень быстро, по мере проведения захватнических войн, очень быстро число рабов начинает превышать число рабовладельцев. Спрашивается, как может удержаться общество, в котором одни считаются свободными гражданами, людьми, рабы, другие не считаются людьми вообще. Хотя те, кто превратился в рабов, не совсем недавно были свободными, они, возможно, были даже вождями своих племен. Их разлучают с семьями, с женами, с мужьями, с детьми. И никто не спрашивает, что они хотят, и что им нравится, и что не нравится. И они являются простой, так сказать, игрушкой, или орудием в руках рабовладельцев. Значит, понятно, что на этой почве неизвестно, что должны были возникать и возникали восстания рабов. Наиболее известное нам с вами восстание, восстание Спартака. Которое у нас теперь закреплено в названии одной из известных футбольных команд. Понятно, что перспективы восстания в рабовладельцевом обществе определяется тем, что из рабовладельцевого общества выхода в общество без классов нет исторических. Следующая формация, как мы с вами знаем, это феодальная формация. И поэтому максимум, чего можно было бы добиться в результате этих восстаний, это продолжение рабовладельческого строя и создание строя крепостничества. То есть ослабление этой зависимости, в которой раб находился по отношению к господину. Другое дело, что никакого общего, которым бы рабы могли бы править, и при этом общество бы изменилось, такой возможности экономически не существовало, и поэтому нигде это осуществиться не могло. Спрашивается, как может такое общество удержаться при большинстве рабов и меньшинстве рабовладельцев? Только благодаря тому, что те, кто завоевывали рабов, вводили в систему насилие по отношению к рабам. Вводили в систему, я бы хотел вот это подчеркнуть. Не просто насилие, как попало, когда попало, а вводили в определенную систему. То есть раб, который поднимал руку на хозяина, должен быть наказан. Причем наказан должен был быть смертью. Раб, который не исполнял воли хозяина, должен быть наказан. Опять-таки, вплоть до смертной казни и так далее. И раб, который выступал против данного рабовладельца, своего рабовладельца, считался рабом всех рабовладельцев. И, следовательно, к наказанию этого раба привлекались и другие рабовладельцы. А не так, что, вот, я сказать, это ваша работа, вы с ним разбирались. То есть, складывалась определенная система борьбы класса рабовладельцев с классом рабов. В частности, скажем, беглых рабов положено было возвращать тому рабовладельцу, у которого он убежал. Не радуются тому, что к вам прибежал раб, а возвращать его тому рабовладельцу, от которого убежал этот раб. Беглого раба должны были наказать, по меньшей мере, сечь, но никогда не ограничивалась и возможность его смертной казни со стороны его собственника, его хозяина, его господина, рабовладельца. Постепенно сложилась эта вот система общей борьбы всего класса капиталистов, общего применения, систематического применения насилия к рабам со стороны целого класса. Появились соответствующие органы систематического применения насилия по отношению к угнетенному классу со стороны класса эксплуататоров. Кстати, я хочу задать вопрос. Присутствующие могут сказать, что такое эксплуатация? Все это тоже всем известно, правда? Принуждение к выполнению какой-то физической работы. Не обязательно физической, вообще к какой-либо работе. Безвозмездной. Да, безвыгодной, либо безвыгоды для человека, который я делаю. Вот эти дети, а рот маленький, грудный. Так хорош, что они родители принуждают к выполнению работы безвозмездной. Родители бегают, начинают метаться. И в данном случае речь идет о присвоении чужого труда. Чужого труда. Скажем, труд родителей вы чужим трудом назвать не можете, правильно? Присвоение чужого труда. Безвозмездное. Это совершенно правильно. Но присвоение чужого труда. А тот случай, который я привел, означает иждивенчество. Скажем, кто такие иждивенцы? Это дети. Они иждивенцы у родителей. Может быть, потом это престарелые родители, которые находятся на иждивении у детей. Это инвалиды, которые находятся на иждивении родственников и частичного общества. И так далее. Конечно, мы должны различать присвоение труда других людей и присвоение чужого труда. Присвоение чужого труда есть эксплуатация. Вот в данном случае речь идет о том, что класс эксплуататоров постепенно, для того, чтобы меньшинством подавлять сопротивление большинства, Меньшинством рабов, рабовладельцев подавлять сопротивление большинства рабов, создал соответствующую систематическую машину насилия. И вот эта машина насилия, которая позволяет удерживать власть меньшинства над большинством, Эта машина, которая позволяет обеспечивать интересы господствующего класса, класс эксплуататоров, называется... Государство. Государство. Вот так появилось государство. То есть государство явилось как продукт борьбы классов, как инструмент разрешения классов противоречия. То есть не просто вот рабов убивает, как попало их, и кто попало, и кому как вздумывается. Нет. А есть сложилась определенная система. Эта система предполагает восстановление правил, норм. Вот эти нормы и правила означают законы, да? Нормы и правила, которые устанавливают господствующий класс, называются законами. А право определяется как возведенный в закон воли господствующего класса. Это самое краткое, самое яркое и самое емкое определение права. Право – это возведенный в закон воли господствующего класса. Конечно, в те времена, когда было рабовладение, не так все было расписано, как сейчас, детально. Все случаи и все было предусмотрено в законах. Многое решалось, так сказать, по произволу рабовладельца. Но, тем не менее, уже сложилась определенная система правовых норм. И эта система правовых норм вводила это насилие в определенные рамки. Более того, то государство, которое было создано, было изначально государством каким? Демократическим. Демократическим. И мы имели дело с рабовладельческой демократией. Что значит рабовладельческая демократия? Она распространяется на рабов или нет? Нет. Она распространяется на рабовладельцев и свободных граждан, которые были не рабами, не рабовладельцами. Их тоже было. Они не составляли значительного контингента, но, тем не менее, существовали и в Древней Греции, и в Древнем Риме. И вот эта демократия означала подчинение меньшинства свободных граждан. Свободных граждан. Включая, прежде всего, конечно, рабовладельцев. Большинству свободных граждан. То есть, меньшинство подчиняется большинству, и в этом, собственно говоря, демократизм государства. Но по природе своей это государство, это орган подчинения. Подчинение большинства рабов меньшинству рабовладельцев. Орган подчинения большинства меньшинству. Вот с самого начала, в классовом обществе, закладывается такое противоречие между названиями, между объявлениями, что вот демократия. Вот подчинение меньшинства большинству. Но это касается только того класса, который осуществляет свое господство. Или диктатуру. Потому что это, по существу, синонимы. Какой класс осуществлял свою диктатуру? Абсолютное господство, ничем не стесненное. Не стесненное никакими законами. Власть, не стесненная никакими законами, называется диктатурой. Это что значит? Это значит, что нет законов, или есть они? Есть эти законы, но их устанавливает сам этот класс. Вот рабовладельцы, какой хотели закон установить такой, они и устанавливали, решая вопросы по большинству голосов среди свободных граждан. Куда рабы не входили, поскольку они относились к говорящим орудию. Поэтому можно высказать такое положение. Что первая же демократия, которая была, была диктатурой правящего меньшинства. Диктатурой правящего меньшинства. Правильно? Есть сомнения в этом? Могопроисутствующих. Это вот достаточно ясно, почему и правильным является такое движение, пойти от более простого общества. Когда еще тут ничего не запутнено. Ну вот, я думаю, что понимание вот этого, того, что относится к рабовладельческому устрою, очень важно, потому что оно позволяет понять и устройство нынешнего общества. Я думаю, что, хотя мы сейчас подробно еще не разбираем, не подойдем к капиталистическому устрою, но я думаю, всем понятно, что... И это понятно из общих соображений, из того, что мы уже изучили. Что идеология господствующего класса является господствующей в обществе идеологии. Итак, мы из господствующего класса господствуем в обществе. Поэтому нет никакой нужды кого-то держать на положении рабов. Можно написать систему законов, устроить всеобщее голосование, при этом решения будут приняты в интересах господствующего класса. У кого-нибудь есть сомнения, что вот, скажем, в буржуазном обществе, в том числе и в российском буржуазном обществе, принятые голосования, новые законы и решения будут в интересах российской буржуазии. Хорошо, если российской. А то еще могли бы быть и иностранными. Правда? Очень много законов принято в период Ельцинского управления в интересах международных буржуазий, а не в интересах российской буржуазии. По принципу, кто, кто имеет деньги, тот и обеспечивает выбранную компанию. Тот, кто держит в руках средства массовой информации, а это опять-таки те, кто имеет в руках капитал, те обеспечивают господство соответствующих идей или мыслей. А дальше люди уже голосуют в соответствии со своими идеями. Вот, значит, оппозиционные партии, как крючкодеры, начинают проверять, правильно ли там считали голоса. Да если очень даже все правильно будут считать, я бы советовал не придираться к этому. В силу того, что идеология господствующего класса и господствующая идеология, то при самом честном голосовании большинство должно проголосовать за какие партии? За буржуазий. Какое-то есть исключение? Есть? Кто-то может привести историческое исключение, когда бы в буржуазном обществе, посредством голосования власти пришла бы партия противоположного, угнетенного класса, партия рабочего класса. Кто-то знает такое, нет? Вот я хочу обратить внимание на тот исторический случай, который могли бы выставить как опровергающий пример, это на приход к власти, приход не к власти, а на пост президента Сарвадора Альян. Вы в то время, видимо, не помните, потому что это было достаточно давно. А я в то время помню, например, находясь в том возрасте, как вы, и помню журнал «За бежом», в котором огромными красными буквами было написано «Социализм без диктатуры пролетариата». Если кто-то продвигается «Социализм без диктатуры пролетариата», можно смело, буржуазец может смело его упускать в власть. В нужный момент всегда можно дать ему по шапке, для этого существуют соответствующие органы армии. И армия – это орудие принуждений, правильно? Составная часть государства. Ну вот я сейчас забежал в буржуазный строй и немножко предвосхитил события. А мы вернемся снова в рабовладельское общество. Поскольку оно более простое, тут все понятно, ясно. Совершенно понятно, что меньшинство рабовладельцев может держать в узде большинство рабов только посредством насилия. Насилие должно быть систематическим, организованным. Для этого класс рабовладельцев организовался как класс и установил такую систему законов, при которой не просто как угодно применяется насилие, а вот за это вот так, а вот за это вот этот и так далее. Вот это называется нормотворчество. Сейчас красиво. Норма. Значит, предусмотрено за убийство – это за насилие, это, за особо дерзкое убийство – вот это и так далее. И все расписано сейчас в уголовном кодусе. И все опираются, все юристы опираются на нормы римского права. И берут это за основу. То есть берут за основу нормы какой демократии? Руглодельческой. И вы, как раз, поговорите с юристами, все гордятся, что я вот, так сказать, классически изучал нормы римского права. А вы не изучали. А что это было за римское право? Какой там был стой? Руглодельческий. Вот вы на них-то и все и основываете. Понятно. Если затем мы рассмотрим следующее общество, следующую формацию, антагонистическую, феодальное общество, то там картина как бы становится более прозрачной. Там никто ни о какой демократии не говорит. Правильно? Ни о какой демократии не пишут. Есть класс феодалов, или в России дворянский класс, которому как бы по рождению изначально принадлежит власть. Почему? А потому что все дворяне или феодалы – это существительные, а все крепостные крестьяне – это прилагатели. Кому они прилагаются? К земле. А земля к кому прилагается? К землевладельцу. Что такое феод? Феод – это участие в земле. Феодолизм. Вот как бы все от земли. У кого земля, у того и крестьяне. Хотите купить вот у меня кусок земли вот с таким-то количеством крестьян, которые живут и работают на этом русске? Пожалуйста. То есть можно было продавать крестьян и отрывая их от земли. Но это, в общем, надо сказать, не составляло правила. А как правило, продажа крепостных крестьян проходила, так сказать, как сейчас продают машину «Лексус». Кто купил машину «Лексус», тому москитную сетку в подарок. Как бы в цену уже этого самой машины «Лексус» вошло то, что потом вам выдадут в виде подарка. Понятное дело, что кто за него заплатил? Да вы же и заплатили. Вот вам эту москитную сетку, а то вы сами не выберете. Ну вот, на положении такой москитной сетки находились крепостные крестьяне, которые, опять-таки, если вернуться назад, радоваться должны теперь, что они не рабы, их убить просто так нельзя. А если их кто-то убьет из помещиков, то будут этого помещика и помещицу. В отличие, куда судить? То есть радоваться должны крепостные крестьяне. Как стала жизнь хорошо на Руси? По сравнению с рабовладением. И обратите внимание, насколько прогрессивнее Россия была, чем Соединенные Штаты Америки. Как раз в 60-х годах XIX века в Америке шла еще война север против юга за освобождение от чего? От рабовладения. И эти так называемые свободные люди, которые поехали из Старого Света в Новый Свет, первое, что они сделали, сели на корабли, прицепили большие баржи и привозили из Африки небо. Сначала они попытались обратить в рабов индейское население, североамериканские индейцы. Но, как выяснилось, что в рабов можно было обратить, и испанцам это удалось, представители южноамериканских индейцев, североамериканские индейцы. Свободолюбивые и ценящие свободу выше, чем жизнь, ни коим образом не удалось никому превратить в рабов. Поэтому что сделала самая демократическая у нас страна, которая сейчас всех валит? Она практически вывезла, уничтожила все индейское население. Теперь они учат по всему миру, как надо жить всех. Потом, как известно, полтора миллиона негров погибло при перевозке, задохнулось в трюмах, везли их прикованными цепями, в трюмах баржи и кораблей. Ну и вот на этой основе было построено свободное американское общество. Поэтому у нас нет никаких исторических оснований, экономических оснований, социально-философских оснований учиться в этом смысле и у старшего брата, как нам представляют Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что им надо у нас поучиться, потому что у нас, например, за Уралом вообще не было крепостного права, и в Архангельске не было крепостного права. И если Россия завоевывала новые земли, то там крепостничество не было. А крепостничество распространялось только на русском, на основной состав населения. Это тоже вот интересные данные из нашей истории, которые мы, конечно, должны знать. Мы возвращаемся к тому вопросу, который нас интересует. Опять-таки, картина какова? Меньшинство эксплуататоров, феодалов, заставляет на себя работать огромное большинство эксплуатировок. Огромное большинство эксплуатировок крепостных крестьян. Как можно заставить огромное большинство работать на явное меньшинство? Как можно добиться присвоения чужого труда крепостных, когда эти отношения эксплуатации видны на поверхности? В буржуальном строю они ведь не видны, и правда? Тут никто никого ни к чему не преднуждает. Вот если у вас сейчас нет никакой работы, идите ко мне работать. Я вам деньги буду платить. Все будет хорошо. А сколько будем платить? Сколько договоримся? А как мы с вами договоримся? Да очень просто. Если не договоримся на маленькую зарплату, я скажу, проходите мимо, вот там есть, из Аджикистана приехали, они согласятся. А вы скажете, а мы умрем? Ну, у нас сейчас свобода, хочешь живи, хочешь умирай. Что плохого? Зато вы умрете молодым, не какой-нибудь там немощный старик, который все время, у него там болезни, то все. Вот так вот вас все и запомнят. Хорошими, молодыми, веселыми, румяными. То есть, скрытые эти отношения эксплуатации. А в феодализме ничего скрытого нет. Здесь служило и дворянство. Дворянство, которое изначально готовится с детства, с пеленом, готовится к тому, чтобы господствовать в этом обществе. Правильно? Это все знают. И дворяне это знают. И, кстати, детей им устроят. И образование им, соответственно, дают. И воспитание. И царь должен военную науку знать. И царя заставляют, так сказать, готовиться к тому, что, возможно, придется вести сражение, возможно, с народом. Со своим. И так далее. И войско готовится к тому, чтобы подавлять восстание крестьян. И восстаний много. И крупнейшие восстания, целые войны. Да? А война это что такое? Прямо хоть не спрашивай. Война это вооруженная борьба. Классов, наций и государств. В данном случае классов. Война, скажем, Петра Балутникова, да? Или Степана Раза. Как можно удержать восстающих крестьян в узде, так сказать? Не дать им разрушить то общество, при котором меньшинство эксплуататоров пользуется трудом чужим. Дом большинства эксплуатированных только посредством насилия. Какого? Систематическое насилие. Систематическое – это значит, что должно быть расписано. За что, как и кого наказано. Когда близ при тьме. И когда сажать во строк в тюрьму, выражаясь нынешним языком, или сейчас вообще красиво это называется. Это называется пенитенциарная система, не каждый выговорит. Система исполнения наказаний существует. Эта система исполнения наказаний сложилась уже при федерализме и была очень развитой. Правильно? Кого-то ссылали, но ссылали в основном тех дворян, которые не соблюдали его общие правила. В частности, не хотели вести общую борьбу с классом крестьян. Ну, вот как, скажем, Ленина сослали. Он же был в том времени, когда его сослали уже дворянином. В 16 лет, когда его отец стал дворянином, естественно, и сын Владимир Ульянов Ленин стал дворянином. И когда его сослали, он получал пособие. И жил немножко лучше, чем другие сынные, потому что он получал пособие как барьерин. И поэтому и книжку ему было учиться. Это как бы он сидел в аспирантории, но далеко. И три месяца шли туда письма. И книжки, которые ему родственники посылали. И газеты. И он выдерживал свой вывод. Придет посылка с газетами, он читал по порядку. Каждый день, только следующий год. Чтобы, так сказать, как бы следить за тем, как развиваются события. А некоторые вверх не становились последние, самые свежие. С целью. Какое это было государство? Демократическое ли это? Нет, конечно. Когда там какие-то признаки демократического государства стали появляться? Вот когда стал разлагаться уже феодализм. И появились требования конституционной монархии. То есть, какова форма государства в условиях эдолизма? Как правило, абсолютная монархия. Что значит абсолютная? То есть, это кажется, что монарх может делать все, что хочет. Абсолютная монархия означает, что монарх может делать абсолютно все, что нужно господствующему классу. А если он будет делать не то, что нужно господствующему классу, очень быстро этому монарху свернут шею и отправят его с хвоста монарха. Да? Вдруг дворяне потребуют, давайте вот Екатерину на престол, а того царя придушить. И мы знаем эту историю очень быстро, и не только в России, но и в других странах. Класс дворянский был классом образованным. Помещики были очень сильными, и очень влиятельными. Располагали все необходимые силы, в том числе и военные, поскольку они все, так или иначе, участвовали в армии. И армия могла всегда сыграть роль защитницы интересов чего? Царя? Защитницы интересов дворянского класса. Поэтому, в известном смысле, по отношению к классу дворян, Классу дворян, тоже оно, так сказать, как бы демократическое государство. Что хотели дворян, то и делал царем. Правильно? А если царь не делал, то что хотели дворян, то и царем не становились. Были случаи, когда и царей выбирали, да? Да, Романова первого же избрали после смуты. Но чаще избирали их не голосованием, а по воле дворя. Раз и избрали. Что показывает анализ вот этого феодального государства? Показывает то же самое, что государство, в данном случае феодальное, Было машиной насилие в интересах господствующего феодального класса. Или в России в интересах класса дворян. Систематическое насилие к людям со стороны господствующего класса В интересах этого господствующего класса. Или иногда поражается так, что попросту это дубина, Государство это дубина, который господствующий класс бьет. Класс угнетенный для осуществления своих интересов. Но он бьет не просто так, не как попал, а систематически. То есть, все это прописано в законах. И даже при любой абсолютной монархии существовали законы или вложения, в которых было предписано, как и каким образом совершается насилие, и что для этого применяется. К этому времени, в отличие от, скажем, рабовладельского государства, когда, ну, просто были, так сказать, рабовладельцы все вооружены и все воины, да? И они в любой момент могли выступить на защиту общих интересов рабовладельцев. Здесь уже стали появляться специальные органы. Уже появляется разделение труда в рамках этой машины, в рамках машины насилия. То есть, одни люди сидят и вырабатывают законы, законы, вторые по воле монарха, государя, царя, короля. Представляет собой правительство, его величество. И отсюда и понятие премьер-министра или первый министр. Первый министр – это не самый главный, а тот, который первый. Кого вызвал царь, и сказал, дело и так. У нас ведь похожая система. И сейчас. Имеются судебные органы, да? При феодализме они вполне сложились, система судебных органов. Имеются органы исполнения наказаний, система тюрем, ссылок и так далее, тоже уже сложилась. То есть, можно сказать, что при феодализме уже разветвленной системой стала система, систематическая, система насилия со стороны господствующего класса. И вот эта система только лишь подчеркивает эту особенность, эту характеристику государства. Государство – это машина насилия в интересах господствующего класса. Ну а если кто-то из дворя начинает выступать против этой машины насилия, если он пытается расшатать эту машину насилия, если он пытается расшатать сам порядок, при котором вот это меньшинство эксплуататоров живет, трудом большинства эксплуатируемых, как это пытались сделать декабристы у нас в Петербурге, то это государство беспощадно расправляется с представителями господствующего класса, которые на это пошли. В интересах господствующего класса в целом. Так? В чем особенность государства? Вот прогрессивные люди. Декабристы, они вот, так сказать, смотрели вперед в будущее, видели, куда идет развитие производительных сил. Они хорошо понимали, что для развития производительных сил нужно, чтобы работал не гнетенный христиан, который привязан к своему помещению, а свободный человек. Тогда могут развиваться мощные производительные силы, которые сейчас скрыты и которые подавляются в феодальном обществе. И вот они выступили за это. И с ними беспощадно расправились. Хотя через известный период, как мы с вами знаем, само же феодальное государство, поскольку оно было государством эксплуататоров, а эксплуататоров уже стало много в российском государстве. Кроме феодалов оказались свободные крестьяне, которые могли нанимать других людей, местники, которые выросли в капиталистов, купцы, которые выросли в капиталистов и так далее. И эти представители нового класса требовали, чтобы не было этой крепостнической зависимости. Многие дворяне сами освобождали своих крестьян и нанимали их заплату для того, чтобы они выполняли работу как свободные люди. И вот у нас в России так получилось, что сам царь освободил крестьян. Под угрозой чего? А под угрозой того, что, скажем, того, что происходило во Франции. То есть, та революция, которая была во Франции в 89-го года, она толкнула российскую власть на то, чтобы без вот таких потерь со стороны господствующего класса попытаться сохранить власть дворян и перестроить ее, переделать ее власть дворян и помещикам. И такая вот власть дворян и помещиков с 1861 года по 17-й год у нас осуществовала. Помещиков и капиталистов такая необычная власть. Хотя, общая картина, что государство, как государство, меньшинство эксплуататоров, господствует над большинством эксплуатируемых, здесь сохранилась. До февраля 1917 года. В феврале 1917 года люди с оружием уговорили царя дворовольно отречься в поле своего брата, а тот не захотел быть монархом. В общем, короче говоря, эта вещь пресеклась. И царя не стала. И не стала, так сказать, феодальному государству. Или в этом государстве, которое было как бы смешано на половину феодальному и на половину буржуазным, черты феодального государства были истерты, и это государство стало вполне буржуазным. Хотя, если вы возьмете многие нынешние разные государства, а именно Англию, Бельгию, их еще очень много даже, никто их не упомнит, потому что никто на них внимания не обращает, потому что там, где есть короли, это чистая бутафория, некий музей древностей. И эти короли содержатся как вот, так же, как содержатся у нас сотрудники русского музея, армитажа, но там содержится королевская чета. То есть вот их кормят, чтобы они изображали, что они в власть. Кто пишет тронную речь английской королевы? Скажите, пожалуйста. Ну, не королевы. Не королевы. Правда, можно сказать, что у нас тронную речь генеральный чек-заря, тоже не генеральный чек-заря, писал, после Сталина и после Ренина. Ну, там такая картина, а кто? Ну, считается, что пишет, ну, скажем так, или премьер-министр, либо кто-нибудь из его аппарата. Короче, это дело премьер-министра. Дальше. А кто зачитывает тронную речь королевы? Опять же премьер-министра. А королева тут при чем? А она вот как бы вот, называется эта речь королевы. Вот и все. Из-за того, вы можете поехать там, вот, посмотреть, как, так сказать, идет караул, как выходит королевская черта, и поплакать над прахом, так сказать, принцессой Дианой. У нас, наверное, очень много появилось бы Дианой. Если сказали, что платить будут, то мне вот ничего не надо. И вот мы подходим к современной эпохе, когда снова появилась демократия. Снова, после рабовладения, после, так сказать, периода феодализма, снова наступила демократия. Здесь уже не такая, что, вот, так сказать, голосует только рабовладельцы. Нет, здесь все голосуют. Все, пожалуйста, голосуйте. Адрикатор будет тот же самый. Никто не боится. Никто из эксплуататоров не боится, что если все будут голосовать, то проиграет эксплуататор. Наоборот, помните, когда Ельцина выбирали, лозунг был такой, голосово, то проиграешь. То есть, зазвать надо всех, чтобы все участвовали. Вот идите, играйте в эту рулетку, и вы будете, раз вы приняли в этом участие, то вы, как бы, сделали законный, легитимный, эту самую власть. Надо сказать, что и в России очень быстро люди распознали, что, как бы вы там и голосовали, кто приходит к власти, определяется вовсе не вашим голосованием, и перестали ходить на выборы. И поэтому, скажем, демократия в России, которая выставляла себя как власть большинства, выродилась в власть очень быстро, явно меньшинства. Совсем недавно порог прихода на выборы был 20%. Вот 20% населения пусть придет, и 20% населения пусть решит, кого избирать, кто будет править. Или, как Марс говорил, что представителям угнетенных, в чем состоит парламентаризм, что один раз в пять лет представителям угнетенного класса не позволяйся выбрать и решить, кто из представителей угнетающего класса будет представлять и подавлять его в подавлении. То есть это очень здорово, если вы все-таки выберете, кому вот удобно, кто вас подавлял? Вот не я, вот пусть другой, он такой мягкий будет, а этот вот жесткий, вот так прямо говорит, а тот будет говорить более красиво и так далее. Очень хотят привести к Урнаму, а люди не идут к этим уровням. И сейчас порог чему равен? Ну, ну. Это что значит? Это значит, что один человек может прийти, вот тот, кого собирается избрать президента, проголосовать, и все будет законом. Так? Так? Порога нет? Я уже не говорю о всяких трюках, потому что то, о чем я вам говорю, это опирается и исходит из очень серьезного соображения, из серьезного положения исторического материализма. То есть общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, то общественное сознание буржуазное. А если общественное сознание буржуазное, то люди, когда будут голосовать, будут руководствоваться чем? Сознанием. Значит, сознательный же Бог голосожет. Но если мы будем все голосовать сознательно, осознание раз буржуазное, какого мы изберем? Нет людей без идеологии. Или пролетарской, или буржуазной идеологии. В буржуазном обществе большинство идеология в головах какая господствует? Буржуазный. Мы не спрашиваем сейчас, не говорим, плохо, хорошо, нравится, а не нравится, это факт. И как бы буржуазия, как господствующий класс, это осознает, и она поэтому никакой боязни за свое существование, за свое господство не видит. И вообще говоря, ей нет никакой особой нужды подтасовывать какие-то там факты, результаты голосования, хотя вот отдельные деятели на это бросаются и детям занимаются, но это не играет решающей роль. И не надо бы на этом очень уж и акцентировать внимание. Но бывают крупные подтасовки. Вот я могу обратить ваше внимание на то, как появилась наша действующая Конституция. Кто-нибудь голосовал за проект этой Конституции? Кто-нибудь голосовал вообще за проект этой Конституции? По идее, вот я правильно понимаю, что тут, как может появиться новая Конституция? Надо представить на голосование, ну, какие-то проекты. Один, два, три. Или хотя бы один проект. И вот если за этот проект, согласно закону, проголосует не большинство, принявшее участие в голосовании, а большинство граждан, имеющих право голоса, это вот Конституция, основной закон, он так должен приниматься, то, и согласно российскому закону, так должен приниматься. Тогда он становится основным законом или Конституцией, этот проект. А какой проект выставлялся на голосовании? Выставлялся какой-то проект, нет? Значит, я эту картину знаю очень хорошо по той простой причине, что был участником Конституционного совещания. В свое время. Проходило оно в мраморном дворце. Я бы очень видел, как, так сказать, не давали Булатову говорить, хотя он был представителем Верховного совета, просто не давали говорить, вообще стучали, кричали, и он ничего не мог сделать. Как автор одного из проектов, товарища Слободкина, который предложил систему выборов через трудовый коллективный такой проект Конституции, когда он решил пройти мимо, чтобы выйти в фойер, мимо пройти президиума, в котором стоял Ельцин, схватили охранники, он потерял ботинок, и так его с отдельных ботинок, отдельных Слободкин вынесли, в фойер поставили, отдали ему ботинок и сказали, ельцин. Он ходил по залу, совсем не похожий на то, что мы видим по телевидению, Жириновский, как серьезный человек с серьезным проектом Конституции, на случай, если другое не пройдет. Как всегда, это немножко перерисованный, но такой же, как у Ельцина. Был проект Собчака, был проект комиссии Верховного совета, секретарем этой комиссии Верховного совета, а председателем этой комиссии был Ельцин. И был еще проект Ельцина, вот тот проект, который так и не был выставлен на голосование. Провели референдум, а на референдуме стоял такой вопрос, принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? То есть этот вопрос ни к каким проектам не относился. Это вроде вас спрашивают, вы предназначаете, принимаете основной закон? Нет, а перед этим стреляли по Белому дому. А вы против основного закона? Ну, вас надо ли расстрелять или в тюрьму? Я правильно понимаю? Если вы не принимаете друг, основной закон. То есть это вопрос, который относился к тому основному закону, который был закон. Потому что законом был только тот закон, который существовал в Конституции. А все остальные были проектами. То есть на голосование никакой проект не ставился. Поэтому само это так называемое принятие Конституции носит нелегитимные характеристики, у нас этой легитимной Конституции и нет. Но я бы, опять же, не советовал на этом акцентировать внимание и концентрироваться. Потому что эта Конституция вполне выражает интересы господствующего класса. И в этом ее экономическое основание. Не юридическое, а экономическое. То есть при известном желании можно было провести голосование и выставить проект. А другие проекты снять или сделать так, что соответствующий орган рассматривает разные проекты и выносит на голосование только один. И вот за этот один бы и проголосовали. То есть нет такой проблемы. Нет такой проблемы. Почему? Да потому что идеологией господствующего класса является господствующей идеологией. И тут просто дело в том, что, скажем, сам Ельцин, как фигура, не готов был к тому, чтобы умело пользоваться в разной демократии. А на эти вопросы очень хорошо решают и регулируют. Вот почему, скажем, те же англичане и те же американцы воевали против фашизма, потому что они прекрасно понимали, что фашизм, который отбрасывает демократические формы, он ставит под угрозу само господство Ужази. А вот демократические формы, голосование, парламенты, выборы, парламентские партии, парламентские дебаты, все это облегчает осуществление господства правящего буржуазного класса в буржуазной общественно-экономической формации. Облегчает. А фашизм затрудняет. Потому что где гарантия, что какой-нибудь бесноватый фюрер не начнет уничтожать представителей господствующего класса? Нет таких гарантий. А вот выборная система, она чем хороша? Вот кто победит на выборах в Америке? Было с самого начала ясно, что вот собирается фонд. Фонд Обамы, фонд Маккейна. Потом на известном этапе стало ясно, что фонд Обамы сильно превосходит фонд Маккейна. Спрашиваете, кто победит? Дальше было дело всяких. Ясно, кто победит. Кто больше собрал, кто-то. Вернее, на кого ставку сделала буржуази, тот и победит. Тем более выборщики, они вообще не должны там свое мнение высказывать. Они в соответствии с тем, как голосовали избиратели, так они должны дальше голосовать. Там же еще ступенчатая система была. Соединенных Шатахарбин. Ну а машина насилия сильная в Америке или слабая? Более сильная, чем в России. Вот. Сегодня она, что в Америке везде по всему миру разносят идеи свободы, демократии. Да? Но внутри своей страны у них смертный кальт есть? В чем? Качать его? Кап нет. Не видели электрического стула? Сколько в Штатах есть? Никогда нет. Не только там есть электрический стул. Там еще есть система уколов в других некоторых Штатах. Первый укол, чтобы вы не дергались. Второй укол, чтобы вы жизнерадостно встретили это мероприятие. И третий укол, решающий, так сказать, контрольный, который гарантирует остановку вашего сердца. И все. Не знаю, без уха. Но это, правда, не очень печати проходит. На фоне того, что там такая демократия, так все здорово. Можно подумать, что только они вот вклежут там в Антанамо на Кубе, на своей военной базе, тех, кого они без суда и следствия захватили под видом тех, так называемых, террористов. А внутри страны, внутри страны, какие там гарантии? Никаких особенных гарантий, это и не много. Но, у кого есть деньги, тот наймет хорошего адвоката. Правильно? Вот у нас сейчас, допустим, в России. Как стало хорошо для тех, у кого имеются большие деньги? Вот, скажем, есть разные формы. Избрание меры пресечения. Меры пресечения на этапе следствия. Что такое этап следствия в государстве? В любом. Это тот этап, когда вы еще только обвиняемый, но вы еще неподсудимый даже, тем более неосужденный. То есть вы как бы предполагаете, что вы, возможно, вообще никакой неправонарушитель, или непреступник, это выяснится только на суде, а до суда. А до суда можно вас пробежать, ну, скажем, четыре с половиной года. Не в тюрьме, я боже упаси. В тюрьме они задержат тех, кто содержится в следственном изоляторе. Да? Следствие изолятора существует только для чего? Для того, чтобы изолировать от общества. Почему надо изолировать? Чтобы, так сказать, вот он не мог настроить кого-то. Насколько будет суд, чтобы суд был справедливый, честный и так далее. Не будем говорить о том, что если у нас коррупция на верхних этажах государственной власти, то, конечно, коррупция затронула и пренитенциальную систему. И в следственном изоляторе после 23 часов за деньги вам могут предложить мобильный телефон, чтобы вы позвонили кому надо и сказали, что надо. А утром не дни. Вот и вся изоляция. Но если у вас есть, допустим, 400 тысяч рублей, то вас могут освободить под долог. У вас есть сейчас 400 тысяч рублей? Нету. Ну дальше. Если вот сейчас вас, так сказать, в СИЗО заберут, то там придется вам. Возможно, этот эдеркулез будет через годика-полтора. Почему? Потому что в следственном изоляторе хуже, чем в тюрьме. Площадь, площадь, приходящаяся на одного заключенного в следственном изоляторе, меньше. Условия содержания хуже, чем в тюрьме. Не говоря уже, чем в колоде. Там вообще воля. Или еще на поселение. Но это подношение к свободным гражданам. Так сказать, они это на том этапе, когда вы еще не виноваты. И вот, я думаю, что вам не приходилось, и может быть, и не придется. И не совсем не обязательно читать. Вот я, например, прочитал вот такой с комментариями в уголовно-процессуальный кодекс. Там же весь этап движения к суду какие. Сначала вы просто задержали. Вас просто задержали. Вы задерживаете, спешите, а вас просто немножко задержали. Вот, скажем, сейчас вас, если вы пойдете, у всех паспорт есть с собой. У всех. У кого нет с собой паспорта, до четырех часов могут задержать. Или вы с ней делитесь. с паспортом. По этой претензии не могут. А по какой могут? По другой. Вот, вы кому-то мне напоминаете. Кого-то вы мне напоминаете. И вот, если вы напоминаете не того, кто подозревается в убийстве 12 человек, это называется тяжко. В совершении тяжкого преступления подозревается того. Я не утверждаю, что угодно подозревается. То вас могут задержать без предъявления обвинения на сколько? На 10. 10 суток вы будете сидеть в сезон, и вам даже обвинения не будет ни в том, не будет ни в том, не предъявляйся. Если вас за подозреватель, то начнут подозревать в совершении тяжкого преступления. Поэтому, а что значит? Вот следователь показал, что он очень похож на того, послушивателя. Очень похож. И вот, через 10 дней, что может произойти? Или вы сами подумайте, хорошо, и вам следователь посоветует, что-то лучше сознаться, потому что деятельное раскаяние является смягчающей вину обстоятельством. А так, иначе вам объяснят, раз вы отказываетесь, значит, мало того, что вы действительно тот человек, который 12 человек убил, да вы еще убираетесь, что вам повышенные ставки дадут, даже меньше, чем 25 и не рассчитываете. Или обвинения. Вы с момента, когда вы предъявили обвинение, становитесь кем? обвиняемым. Значит, вы подозреваемые содержа, потом подозреваемые, потом обвиняемые. И в положении обвиняемого вы находитесь в госсуда. Сколько времени в следственном изоляторе, если избрана следователь мера посещения не подписка, а не выездить. Когда вы хотите поехать в Москву, придите к следователю, скажите, хочу поехать в Москву, а следователь решит, стоит вам ехать, и стоит. Он говорит, лучше вам не ехать. И все, и вы не поехали. А если он решит, ну ладно, поезжайте. Вы вернётесь. А иначе все равно вас объявят в российский, а если надо, в международный рост. И, так сказать, тем более, сразу будет ясно, что вы, когда преступник раз вы убежали, это тоже отличающее обстоятельство. Там, поезжайте, дескать, в Москву. Ну вот, если вы в сезон уходитесь, то как очень строго написано в уголовном профессиональном кодусе, не больше, чем месяц, но, написано в следующем абзаце, в некоторых случаях и с разрешения района пропортура до трёх месяцев. Но, в особых случаях, с разрешения городской пропоратуры полгода. Но, в особых случаях, в разрешении генеральной пропоратуры и так до двух с половиной лет. До двух с половиной лет. И вот, через два с половиной года, наконец, вы как счастье рассматриваете, что вас оправили в суд. То есть, вам дали, вот вам 25 томов вашего уголовного дела, читайте, читайте. Раньше были ограничения, сейчас вроде ограничения сняты, но, как показывает практика, человек хочет, не дочитал, и он говорит, всё, хватит, до свидания, ограничивает вас фактически. Ознакомление, то есть, вы должны иметь право знать, в чём вас обвиняют. Вот теперь вы знаете, чём вас обвиняют. Вот я был, в частности, общественным защитником по делу, где было 77 томов. И на 46 томе стоит, всё, хватит, вы очень много там читаете, потому что я вычитывал, как следователь присваивал себе те продукты, которые использовались как вещественное доказательство. Приобщались, и вдруг у него стали новые машины и новые звания, и этого следователя в итоге сняли. Ну, вот он это причёп, мое дальнейшее ознакомление, потому что чтение до добра не доводит, добра для следователя. во всяком случае, вот вы что-то почитаете и обрадуетесь, что вы попали в суд. Теперь вы кто? Подсудимый. Вы не осуждённый, вы свободный человек, но сидите по-прежнему, в суде. Сколько вы можете просидеть в суде? То у вас голова болит, то, значит, надо ещё экспертизу, то нужно запросить дополнительные данные, ну, много всяких обстоятельств. И так, и всё. Практика показывает, вот Шутов сидел, Юрий Титович, два с половиной года ещё. Два с половиной года полной меры от отсидел в СИЗО. На этапе следствия два с половиной года по решению судьи Иванова. Дескать, у него, он плохо себя чувствовал, у него голова болит, он просил, что его перевели в Главную медицинскую академию, чтобы делали операцию на позвоночке. Ему говорят, делайте вот тюремные больницы. Он понимает, что его зарежут в тюремной больнице. Не хочет он тюремной. Ну, тогда, подождём, когда вы выздоровите. То есть, когда вы умрёте. Ну, он не умер. Ну, раз не умер, на суде, в итоге он получил пожизненное заключение и, так сказать, находится на местах уже теперь более свободных, чем СИЗО. Тем более, было довольно забавно наблюдать, что сначала Шутова посадили за решётку, обвинили его в поджоге Смольного. Потом, второй раз, при Сапчике, обвинили его в покушении на президента Азербайджана или Чебея. То есть, такие интересные сказки. Дескать, ему уже привычно сидеть. Потом, наверное, вы знаете, что пришли люди и провели ему голову молотком. Ну, он очень, так сказать, писал книжки против Сапчика и «Сапчащее сердце» и другие. И, так сказать, как-то вот так получилось, что машина принуждения сработала таким образом. И вот, вдруг, выясняется через пять лет на суде, что вы не виновны, потому что вы исследовали свои обстоятельства. Чаще обычно выясняется, знаете что, что вы виновны ровно на то количество лет, которые просидели в СИЗО. Так чаще всего вот как-то получается, что вот идут как раз сроком засчитывают и и вот тут же в зале сюда освобождают и клетку открывают и вы как тигр из клетки выходите, все хорошо. Чаще всего так делают. Но иногда бывает, что полностью, оправдывая, полностью, что тогда должно сделать государство, тогда выходит прокурор, как записано в баллоне в профессиональном догоне, и от имени государства приносят извинения. Извините, пожалуйста, что вы посидели в СИЗО пять лет. Смотрите, с этим извинением вы можете, если хотите, потом подать в суд возмещение морального вреда. Если вам эти суды, если вы еще можете видеть эти суды, и если вы еще в состоянии вообще туда приходить и общаться, так сказать, с публикой, которая там работает. Одним словом, это машина. Машина. Эта машина именно в том плане, что государство, что здесь, так сказать, не столь важно, что думают отдельные ее представители, чтобы она осуществляла интересы расходствующего класса. Некоторые, я бы сказал, дурачки, когда они не выигрывают в российских судах, они обращаются в Европейский суд по правам человека. И все было бы вроде бы и неплохо, если бы не знать, как оформляются такие обращения. Вот если вы обратите, допустим, в Европейский суд по правам человека, там заведут дело. Ну, если есть основания. И будет написано, как ваш умеет? Аникеева. Аникеева против России. Вы хотели бы такую запись? Мечтаю, да. А? Мечтаю, да. Вот я тоже так. Так не хотел бы я такой записи, допустим, Попов против России. Не Попов, допустим, против каких-то звеньев или лиц государственного аппарата или, так сказать, судебного аппарата, а вот против России. С чего будет это вдруг против? Ну, так вот, опорный документ. Или если испанцы подают, будет какой-нибудь Гонсалес против Испании. Ну, или хорошо, ну, выиграет он. И приедет, то есть придет он вот с выигранным судом. Гонсалес выиграл у Испании. Это хорошо. У него из Испании брак. Или он брак в Испании. И когда же он будет жить как брак этой Испании? То есть, так сказать, вот дальнейшая развитость этой системы как раз показывает, что эта система очень сильная, очень развитая система принуждения. В свое время, в советское время, если вы выиграли суд, то тут же судебные исполнители начинали приводить в действие в исполнение это решение суда. Эти судебные исполнители принадлежали к суду, вставляли его неотъемлемую часть. В современном государстве, в том числе и в российском буржуазном государстве система исполнения судебных решений существует, которая отделена от судов. Есть служба судебных приставов. Начиная с главного судебного пристава и до судебных приставов исполнителей районников. Вот, допустим, вы выиграли суд. Вот мы с вами судились, и вы выиграли. Вы выиграли и ждете, что ли? Я вам что-то выдам. А я вам ничего не выдам. А почему? А потому, что у нас вообще все носят заявительные характеристики. А вы хотите, чтобы ваше решение, которое вы получили, судебное, было исполнено? Хотите? Пишите заявление. Опять на рассмотрение? Заявление пишите на имя старшего судебного пристава. Вот если я, допустим, в выборском районе, пишите его на имя старшего судебного пристава выборского района, получите исполнительный лист, исполнительный лист подрастайте, напишите, прошу принять исполнительный лист, производ, возбудить исполнительное производство, поэтому исполнительный лист. Возбуждаете исполнительное производство, назначается судебный пристав, он знает, не знает, кто тут был прав, кто виноват, он элемент машины, есть исполнительный лист, все, вот он должен исполнять. И как сказал президент нашей страны в качестве медведя, 90% решений судов не исполняется. Последних посланий. 90%. Потому, в частности, не исполняется, что, значит, одни делают решения, независимо от того, как их можно будет исполнить или нигде. Другие исполняют, не зная, чем руководствовались те, кто принимали эти решения. Ну и третье обстоятельство, что, если посчитать то время, которое требуется судебному приставу исполнителя на исполнение этих решений, гораздо больше, чем то время рабочее, которое есть, еще и свободное у судебных приставов. Мне приходилось участвовать в создании профсоюзной организации судебных приставов исполнителей Санкт-Петербурга. Я эту картину знаю немножко изнутри. Не могут они исполнить все исполнительные листы. Поэтому надежда ваша, что именно ваше будет исполнено решение, не основательно. Возможно, и будет. Может, вам повезет. А возможно, и не будет. Но какие надо будет решения исполнить, то и будут исполнены. Потому что есть, то есть, как бы тут тоже та же всеобщность, все решения вроде как подлежат исполнению. Все равные, но есть ровнее. И вот те, что ровнее, и будут исполняться. Поэтому и нынешнее буржуазное общество любой страны, и исключением России не является, тоже представляет собой систему систематического принуждения. Систематическое это очень хорошо. Потому что нельзя кого угодно, за что угодно привлечь. Только за то, что вот записано в законе. А если в законе это не написано, или не удалось доказать, что вы это сделали, ну, тогда извините. Вот тогда государство в лице прокурора извинится. Извините, пожалуйста, что вы просидели пять лет в СИЗО. Но по другому обвинению можно в основу туда заключить. Не видели вот картину с этим шутером, показывая по телевидению, как зал суда Калининского убирает друг Амодовс, попадает его за ноги, и он, так сказать, головой по этим самым, по ступенькам. А тут его освободил судья в зале солдат, за недогазанностью улик. А новое обвинение. Вот теперь мы подозреваем вас уже в другом. То да, все, все, то снято, то мы уже не подозреваем. Помните, я, вы подозревали, что это 12 человек вы убили? Нет, мы вас в этом не подозреваем. Просто мы подозреваем, что вы в другом месте 15 убили. А раз это новое обвинение, 10 суток для начала, без предъявления обвинения. Потому что мы только еще подозреваем, что не знаем. Ну, пока вот вы посидите, мы разберемся и напишем, в чем мы вас обвиняем. А потом вы можете, вот мы вас познакомим с обвинением, вы распишетесь, и будете доказывать, что вы не виновны. И, возможно, докажете. А, возможно, докажут следователь. Поэтому, когда вот люди так вот красочно говорят о государстве, надо отдавать себе отчет о том, что это машина, которая существует, машина для разрешения тех противоречий антагонистических, которые есть в классовом обществе. В связи с этим вопросом, вот, так сказать, осталась еще одна формация, которую мы не рассмотрели. Формация коммунистическая, которая выходит из капитализма. Как известно, она имеет две фазы. Первая фаза, когда еще отпечатки старого строя сохраняются, капитализм. Одним из отпечатков является что? То, что классы еще не уничтожены полностью. Как это выразить словами? Если это выразить словами, классовое общество это будет ошибка. Почему? Коммунизм без классовое общество. А коммунизм незрелый, неразвитый, значит, тоже неразвитый, без классовое общество. А в чем неразвитый социализм? А еще классы не уничтожены. А как правильно сказать? Можно сказать так. Социализм без уничтожения классов. И социализм классов в обществе. Социализм без уничтожения классов. То есть социализм и классы повернуты друг к другу, как две стороны одного противоречия. Это противоположность. Или социализм преодолеет деление на классы, будет полный коммунизм. Или деление на классы пойдет вновь, будет возвратное классовое образование, что произошло в России. И вы получите что? Обычное классовое общество, буржуазное. И кто тут больше виноват в том, что это прошел процесс классового образования? Ну те, кто рассказывают всякие сказки, что при социализме нет классовой борьбы. Классы есть еще, а классовой борьбы нет. Можно такое быть? Ну и разумеется, она совсем не такая. Раз это первая фаза без класса общества, значит здесь нет борьбы классов против классов. А есть борьба рабочего класса и других классов против попыток дать обществу поменьше и похуже, а взять обществу побольше и получше. Разве это не было? Широко распространено при социализме. Несуны всякого рода. Мирзации всякие, которые разрушали то, что делается общим трудом и так далее. То есть это даже вытекало из того, что в экономических интересах сохранялось противоречие. Вот чем больше общий котел, тем каждый богаче, да? Ну зачем ждать, когда будет больше общий котел. А если дырочку сделать в этом котле, то я буду богаче. Это тоже мне выгодно или не выгодно? Экономически выгодно. Можно сказать, что каждому члену социалистического общества выгодно не только развитие этого общества и увеличение общего богатства, увеличение общего пирога, но и выгодно отрезать больше кусок меньшего пирога. Можно так сказать? К сожалению, я должен сказать, уважаемые граждане, теоретического понимания противоречий социализму, именно как в первой фазе коммунизма не было, и руководство КПСС, начиная с 1961 года, даже с 1956 года, начиная с 20-го съезда, рассказывало всякие сказки о прекращении глаз своей борьбы, А дальше уже совсем веселую сказку о том, что появился развитой социализм. Хотя самоопределение социализма, это коммунизм не развитый, не зрелый, не спелый. У меня на семинаре, после обсуждения того, что такое социализм, как низшая фаза коммунизма, не зрелый, один студент говорит, так это хреновенький коммунизм. Ну правильно, вот это вот у вас правильное понимание социализма. Это хреновенький коммунизм, то есть что вы хотите. Ну раз он еще только изживает следы старого строя, они есть во всех отношениях, и в экономическом, и в нравственном, и в умственном. В руководстве много. И безнравственных людей много. И в экономическом отношении. Различия между городом и деревней есть. Противоположность между людьми физическим умом и другом есть. Противоположность между теми, кто управляет, и теми, кто только подчиняется, сколько угодно. Есть. И это называть развиты. А может весь смысл первой фазы, что это неравидный коммунизм. Короче говоря, ну а государство здесь другое. Это государство того класса, которому никакой другой класс в этом обществе не противостоит. Поэтому вот Ленин называл это полугосударством. Это отмирающее государство. Но оно может отмирать как государство, опять-таки, господствующего класса. Как государство диктатуры рабочего класса. Поскольку всякое государство, это диктатура господствующего класса. Всякое. А если оно вдруг диктатуру рабочего класса улетучивает, здесь программа в 61-м году в партии, то тогда, значит, оно становится государством диктатуры уже другого класса. Государством диктатуры буржуазии. И никаких тут фокусов у нас не произошло. И искать, так сказать, волю тут в Америке, что вот там такие люди, они нас вот разлагали, арендали, нас, так сказать, смягчали. Да, конечно, они, естественно, как наши там противники. Они и сейчас, когда никакого коммунизма нет, все равно решают свои задачи. То есть захватнические, политические и так далее. И никто не жаждет, чтобы Россия была сильной. Да, мы уже убедились в этом. Никто не жаждет в мире, чтобы Россия укреплялась. Поэтому это вполне понятно и не о чем тут говорить. Дело в другом. Дело внутренних причин. Если, так сказать, мозг этого общества, так сказать, партия, вдруг загнивает и начинает управлять не туда, то, скажем, даже более современное общество, как более современный самолет, быстрее врезается в гору, если летчики направят его именно туда. Что у нас и произошло. Но по отношению к государству мы можем сказать лишь то же самое. И применительно к отмирающему государству на этапе социализма все равно это государство диктатуры господствующего класса. И все попытки как-то его раскрасить или понимать по-другому, антинаучны. Вот как та картина. Спасибо. Спасибо.